Как урегулировать ситуацию на Донбассе, говорили сегодня и в Вильнюсе. Здесь собрались более 400 женщин-политиков со всего мира на саммит Women Political Leaders. Какие рецепты для решения самых серьезных мировых проблем они предлагали, знают наши корреспонденты. Президенты, премьеры, министры, мэры, парламентарии ищут только начинающие свой путь. В Вильнюсе проходит в крупнейшем мире саммит женщин-политиков. Представительницы более чем 80 стран здесь говорят о том, как улучшать экономику, внедрять новые технологии, повышать социальные стандарты и бороться с неравноправием. Сегодня в 150 странах до сих пор существуют дискриминационные по отношению к женщинам законы. А ситуация с гендерным равенством ухудшается. Я уверена, что в 21 веке женщины и мужчины должны иметь равные права, равную оплату труда и возможности. Среди участников саммита женщины, которые давно стали примером для тысяч. Это президенты Хорватии, Мальты и Непала, премьер-министр Румынии. Украину представили народные депутаты и вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Один из главных тезисов саммита – объединять усилия. Четыре года тому назад на нас напала соседняя страна, которая выступала гарантом нашей безопасности. Цель этой атаки не только Украина. Ее цель – наши общие ценности. Это вызов для всех нас. И я уверена, то, через что проходит Украина, ни одна страна не должна проходить в одиночку. Безопасность – одна из ключевых тем саммита. Представитель Украины, народный депутат Юлия Левочкина уверена, именно женщины могут способствовать установлению мира. Вопрос новых вызовов с точки зрения безопасности. Мы это прекрасно ощущаем в Украине, что конфликты теперь уже не прямые, не только вооруженные. Есть информационные конфликты, есть вопрос ложных новостей, есть вопрос кибербезопасности. И мы это на себя ощущаем каждый день. И, безусловно, мировой опыт, мировой пример нам нужно не просто перенимать, нам надо активно участвовать. Участие женщины в разрешении конфликтов очень важно. Это подтверждают и такие исследования независимой, inclusive security. Простая статистика доказывает, что если женщина-политик принимает участие в заключении договора, то мирный договор повышается, его успешность на 35%. То есть мир держится более 15 лет. В Вильнюсе украинские депутаты подняли тему ситуации на Донбассе. К сожалению, в Украине у нас за 4 года войны сегодня власть отстранилась от решения проблем мирных людей, пострадавших на войне. Пример для всех украинских женщин-политика в первую очередь, да и вообще всех женщин, это то, как есть сегодня самый главный повод ради строительства мира в нашей стране объединять все наши усилия и действовать. Именно равноправие – одно из условий мира, считает генеральный секретарь ООН. Равенство полов – это соблюдение прав человека, это необходимо для мира и процветания. Нам предстоит сделать еще очень многое, ведь до сих пор мы живем в мире, где доминируют мужчины и их культура. И нам нужно больше женщин-лидеров, и ООН будет поддерживать каждый ваш шаг. Кроме экономики и безопасности, на саммите также поднимут темы развития здравоохранения, науки и образования. Продлится он два дня. Из Вильнюса Алексей Пшимыски, Алексей Шматов. Подробности – телеканал Интер.